Вслед за болгаркой в ход пойдет лом. Вот так, варварским способом. В конце августа, сразу после того, как завершился капремонт дороги на улице 30 лет в ЛКСМ, известные в определенных кругах активисты взяли пробы асфальта. Вместе с этим видео в соцсетях Каннска появятся результаты экспертизы. Все это, конечно, вызовет негодование. В протоколе частная лаборатория напишет, испытания проведены по ГОСТу. Но далеко не по ГОСТу. Были взяты пробы для испытаний. Сами взяли, приехали. С нарушением всех правил техники безопасности в сланцах, без маски, без спецодежды. Выпилили этот асфальт не по технологии. Нам представители Крайдео рассказывали, как на самом деле это все выполняется, делается. Как этот асфальт помещается и как он довозится до лаборатории. То есть в каких условиях, как его нужно довезти. А тут просто кустанным способом взяли, выпилили этот асфальт и отправили в Красноярскую экспертизу. Но это вообще что-то, какой-то беспредел. Экспертизу провела частная лаборатория. В строке заказчик АО «Красноярская дорожно-эксплуатационная организация». Крайдео действительно выполняла подрядные работы на этом участке дороги. После шума в соцсетях дорожники выехали на место. Оказалось, самозванцы мало того, что в нарушении требований взяли пробы, так еще и представились именем подрядчика. Компания намерена судиться, ведь дело касается репутации. 22 пробы независимая лаборатория отбрала. Служба безопасности с нашей лаборатории АУП приехала, тоже порядка 20 проб отобрали. Это как бы все равно в плановых, но они отбирают для контроля. У нас своя лаборатория в филиале. После того, как до конца уже полностью соберут все документы по этому делу, материалы, юристы, оценку дадут наше управление всем этим действием. Тогда уже будет непосредственно принято решение подавать или не подавать. На скандальную историю не могли не обратить внимание члены общественного контроля по ремонту дорог. Они вместе с заказчиком, администрацией города приняли участие в приемке дороги и проследили за тем, как уже подрядчик берет пробы для официальной экспертизы. Независимая лаборатория приезжали, взяли материал, показали положительный результат. У нас от 0,99 до 1. Единицы. Толщина слоя на всех дорогах соответствует локальному сметному расчету. Работа выполнена согласно государственному контракту. Одновременно с этим пробы взяли и на других участках улиц Канска, где в этом году проводились капитальные ремонтные работы. Участок дороги 30 лет ВЛКСМ от Московской до Парижской коммуны протяженностью полкилометра проверили всю. Вопрос принципиальный, ведь жители этого района ждали ремонта много лет.